Валерий Харламов родился в ночь с 13 на 14 января 1948 года. Его мама, Арибе Аббад Хероманы, приехала в Советский Союз 12-летней девочкой в 1937 году вместе с другими испанскими ритмами. Отец Борис Сергеевич Харламов, слесарь-испытатель московского завода коммуната. Семья была крепкая, дружная. Из книги Валерия Харламова. Начинал я нехорошо, с обмана. Принимали тогда мальчишек, родившихся в 1949. Был я маленький и поэтому смог выдать себя за 13-летним. И еще эпизод, который я запомнил на всю жизнь. Я нарушил правила, столкнувшись с уже мощным в ту пору защитниками. Меня удалили. Мне было стыдно, что я подвел товарищей. И вдруг ко мне подошел Анатолий Владимирович Тарасов и сказал, молодец, спасибо за мужество. Никогда никого не бойся. Это Кудепста, южная база ЦСКА. Сюда в 1968 году впервые пригласили Валерия Харламова на тренировочный сбор команды мастеров. Этот кадр случайный. Мы не знали, кто этот юноша. Вне хоккейной коробки. Валерия снимали очень мало. Если бы тогда знать. Всегда все замечавший Анатолий Тарасов сказал, правильно подметили. Скоро его узнает весь хоккейный мир. Запомните имя. Валерий Харламов. А ведь всего за год до этого он же отправил Харламова во вторую лигу. Команду «Звезда» города Чебарку. Харламов там так заиграл, что Тарасов немедленно вернул его обратно, введя в основной состав. В глаза должен появиться огонек. Да-да! Это не Америка. Здесь нет безработных. Ему поставили в баскетбол, он в баскетболе бы играл. В футбол, в футболе. То есть я не знаю вида спорта, в котором он не мог играть. Этот человек уникальный, который понимал полуслова любой ход. Если мы с Володей какие-то моменты веку наиграли, то с ним не надо было их. Он уже чувствовал затылком, куда должна передаваться шайба. Поэтому есть хоккеисты, которым вообще не скажешь, что он не может. То есть, его такое воображение, его мышление опережало лишение других. То есть, ну, я просто, как сказать, уникальный человек. Харламов недолго будет засиживаться на скамейке запасных. Уже в первый сезон, играя за ЦСКА, он стал чемпионом страны. На следующий, в 1969 году, в составе сборной страны, он стал чемпионом мира. Такого взлета до Харламова не знал ни один хоккеист Советского Союза. Тогда же родилась Великая Тройка. Михаил Петров Харламов. Великая Тройка Великая Тройка Сейчас вы увидите единственное сохранившееся интервью Валерия Харламова. Силу советского хоккея, я считаю, в коллективизме, в коллективной игре. Я не представляю свою игру без моих партнеров Володи Петрова и Бориса Михайлова. Великая Тройка С 1962 года, хорошо знаю Валеру Харламова, человек с щедрой души, человек, который всегда мог прийти на помощь другу, не только на хоккейной площадке, но и в жизни. Человек, который обладал вот даром, таким даром, который помог созданию звена, помог сэментировать звено, хотя два других партнера были у него со сложными характерами. Он был тем человеком, который и играл в хоккей для людей. Борис Павлович Кулагин очень верно подметил главную черту Харламова хоккеиста – играть для людей. Он был любим всеми – болельщиками «Спартака», «Динамо», «Ленинграде», «Горьком», «Новосибирске». Случай для нашего хоккея – редкий. Сезон 1976 года для Валерия был один из самых удачных. Во второй раз он стал олимпийским чемпионом. Он уже шестикратный чемпион мира. Дороги, которые мы выбираем. Дороги, которые выбирают нас. Весной 1976 года Валерий Харламов попадет в автомобильную катастрофу. Приговор врачей. Гарантируем, ходить будет. Но о хоккее нечего и думать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Валерий Харламов сделал то, что и должен был сделать Валерий Харламов. Он вернулся на лед. Без громких слов и обещаний. Вот, понимаете, когда кошка вот в воду трогает лапкой, так и вот он на лед выходил. Очень крадучий, неверим. Но потом, после первых шагов пульда, он понял, что он может. Но это еще не важно. Он думал, что он может кататься на коньках. Все, но дальше надо было ему играть. Надо было играть и не просто играть, а играть очень хорошо. И я вот считаю, что то, что он совершил после той аварии, после очень серьезной травмы, он стал, вернее, он смог быть Харламовым. Пускай не таким, каким он был раньше, но он был Харламовым. Он мог играть в хоккей. И очень здорово. И играл хорошо. Это, конечно, подвиг. Спортивный подвиг. Специалисты говорили, ну, вернулся в команду. Ну и что? Стать тенью великого Харламова? Ведь не железный же он. Даже можно спросить у любого доктора, который с ним работал. Он уникальный в этом. Они называли его железный. В принципе, так и было. Первая игра после катастрофы, в которой участвовал Валерий, была с крылья Советов. Уже после игры главный тренер страны и крылышек Борис Павлович Кулагин скажет. Нет, мы должны не восхищаться Харламовым. Мы должны гордиться, что именно в нашей стране живет такой человек и хоккеист Валерий Харламов. Валерий Харламов Особо нужно сказать об играх с участием Валерия Харламова в супер-серии нашей сборной со сборной канадских профессионалов. Зрители, специалисты и уж тем паче канадские профессионалы сразу признали Валерия. В ходе встреч талант Харламова был оценен как воистину сказочный. По сей день Валерий остается единственным европейским хоккеистом, чей портрет украшает стенды Музея Хоккейной Славы в городе Торонто в Канаде. Валерий Харламов 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 Валерий Харламов